короче заехал это самое но наши более ой на поляках более-менее в принципе как я и ожидал особо никого не было то есть сразу заехал во двор кто знает кто ездил тот понимает как бы да вот передо мной стояла там буквально две-три машины то есть на поляках все быстро происходит там до чуть-чуть там постоянно как бы ты никуда не ходишь никуда не бегаешь ты отдал документы и все и чувак ушел пришел тебе вернул да он себя ведет вел конечно как-то чуть-чуть так как это сказать с верхнюю да это конечно не нравится ну это уже наверное просто везде так сложилось то есть исторически на то есть из-за того что наши люди едут и туда работать то поляки наверное чувствуют как будто бы они там чем-то лучше чем мы но это на самом деле такое дело потому что в принципе главное что это быстро произошло были там еще ребята на транзит как бы сначала заехал подумал что блин ну как бы я там сам или что блин были на на тауреге вроде ребята и и citroen пикассо минивэн вот это то что я увидел вот прошел поляков и потом заехал на наших там уже конечно повеселее то есть там уже на ягоды нет там уже машин побольше не так как было под льготную растаможку естественно что там вообще не было где стать ну вот то есть места в принципе были ну не в принципе были вместо но ну я имею ввиду машины тоже были то есть я там уже был не один там уже так ну чувствуется что есть как знаете то есть со всей украины грубо говоря там люди едут то есть по чуть-чуть и вот оно как бы и набегает то есть в любом случае кто-то что-то едет берет заказывает на продажу там ну вы же понимаете то есть если человеку надо машина он ждать не будет ну как есть так есть что можно вот мне надо машина ну как бы так кировый закон я согласен но блин вот мне надо машина ну шо мне теперь не брать то есть да поэтому ты приходится подстраивайся под ситуацию под этот закон и берешь как она есть ну да и все если тебе не срочно ты можешь подождать базара 0 то есть можешь подождать вот что на наши хотел бы отметить на наши хотел бы отметить очень у нас как всегда на самом деле знаете как бы тут и критиковать особо ну украина есть украина все к этому привыкли то есть приезжают да вот я допустим первый раз там образно говоря я куда мне идти мне говорят иди туда-то там туда-то туда-то сделай тот окей прихожу туда по пути меня останавливают ряд что чувак типа ты не можешь пойти туда потому что тебе сначала надо пойти туда и там написать какое-то заявление хорошо возвращаюсь опять обратно думаю что сразу нельзя было сказать да то есть я умыть на кого точнее возвращаюсь обратно пишу это заявление и теперь тебе надо еще подойти туда-то там поставить подпись и только потом пойти туда окейду ставлю подпись иду туда возвращаюсь обратно к этому чуваку который подсказал ну что дальше выйдет а тут он не а теперь идешь опять туда там где ты писал заяву ну не все за этом дети оставили подпись на заяву иди иди к нему подхожу к нему даю ему документы он не ставит какой-то печать и что дальше идите туда в конце по коридору и дверь справа короче вот в этом плане поляки конечно намного впереди ты подъехал подошел чувак ты ему отдал документы сидишь машине он вернулся вернул те документы все понимаете у нас надо бегать по всей таможне это одно второе потом сколько я ждал ты зашел передо мной человек я все жду выходит этот человек я захожу на там кто-то сидит знаю кто там подруга можно таможенька и подождите я щас еще декларацию типа заканчивая оформлять я на него просто думаю ну заканчивая человек подожду блин жду жду ну долго жду уже ну просто уже как бы и там не стульчик они еще нету ну знаете уставший то есть я на сертификацию спешу не вот еще до луцка ехать мне два часа захожу же опять ну что там такое ну ждите я оформляю окей жду жду и что по итогу выходит оттуда вот эта девочка тоже с документами я понимаю что блин он не дооформлял декларацию ту он оформлял уже нового человека без очереди ну вот это украина тут никуда не деть захожу к нему это еще на это все не закончилось захожу к нему даю документы сейчас подождите мне туда лакое шо посмотреть мы хрен его знает а может что по работе там но чувак тупую сидит на польском сайте на аллегра ну там по типу этого улx а и высматривает себе какую-то херню я не знаю что там смотрел сидит на спокойнике вообще полном смотрит себе там что-то берет набирает номер в польшу алё день добрый там я у справи такой-то типа там то 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 себе просто в личных целях да то есть его не смущает то что я сижу жду как бы да то есть он должен выполнять свою работу но для меня и это был вообще нонсенс понимаете то есть и и это не то что там он так знаете ну посмотрел он типа щик там написался пару цифр там по моему оформлению опять заходит на сайт опять звонит я вообще в шоке блин думают это тип мочит реально потом заходит ему еще один там и они начинают реально ржать типа ну шо ты там то я начинает хвастаться ему типа я успеваю делать и то и то тут идти по свои вопросы и оформляю типа я такой как бы чемпион это конечно печально это очень печально потому что ну нахрена нам такая державная служба вот вот это у меня такой вопрос знаете ну то есть если мы уже даже привыкли пришли к тому что везде надо платить потому что я не знаю к чему это было все то есть может он намекал что ему должен дать там какой-то полдос там сотку там гривен я надеюсь то есть я не знаю как бы что это было но просто если у вас херовая зарплата там или еще вам не хватает ну ребята ну давай зачем на такая служба тогда ну давайте сделаем тогда частное предприятие блин и будет написано там что таможенное оформление как у брокера ты пришел вот к этим брокером они частники так отчастики лучше работают ты с него требовать может ему деньги платишь да то есть если тут ты якобы он тебя типа бесплатно оформляет и ну вот у нас такое восприятие хотя он на службе это просто еще у нас голове неправильно тоже на самом деле ну там ты заплатил 300 рублей так брокеру зашел а там распечатать декларацию и ненормально все сервисов вы сделаете также таможенное оформление 300 гривен все частное предприятие к примеру ты зашел 300 рублей заплатил тебе чувак за пять минут сделал но если уже на то пошло но реально но это просто друзья просидел просто на таможне ну не знаю ну часа два это точно это минимум на украинское только сейчас и как бы спешишь летишь на сертификации тут сейчас будут ямы то есть как бы ну такое в общем ну вот так вот ну а так все отлично что машинка едет все нормально да свои нюансы реально там штрафанули там камушек из-под фуры влетел как бы в стекло там мы омывателя не было вообще там где-то зеркало ну как бы есть мелкие нюансы то есть не всегда получается купить так что вот купил все в идеале да бывает такое что моешь ехать может по дороге что-то случится но это это жизнь как говорится это п.у. машина тут чуваки тоже были там на таможне он говорит ехал ехал потом чик блин а таможня уже не заводится сдох бить за насос ну не окупил конечно там вообще блин за такую цену шуябца такую цену побоялся взять добрые друзья давайте был за рулем надо быть внимательным на связи подписывайтесь на канал пишите звоните на вайбер на связи увидимся пока хорошего дня все напитали к